МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ступинская высота не покорилась. Динамошинник на фронтах молодежной хоккейной лиги. Мы же не умираем. Борис Фен несет потери, но не теряет оптимизма. Сто лет на двухстах страницах. В Могилеве ездна книга об истории футбола в регионе. Спорты на телеканале Беларусь-2. Говорим о спорте Могилевской области. С вами сегодня и ближайшие выпуски я, Юрий Прокопенко. Мой коллега Андрей Шуляк устал и ушел в отпуск. Ну что ж, ближе к делу. Начинаем. Бобруйский динамошинник не смог продлить победную серию до трех матчей. В молодежной хоккейной лиге проходных соперников нет. И в каждом поединке приходится выкладываться по полной. И зачастую все решают мелкие детали. Выездная игра со ступенским капитаном получилась сложной. За три периода полевые так и не сумели размочить киперов. Как в футболе. 0-0. А вот в овертайме удачливее оказались россияне. Шинники завоевывают лишь одну очко. Соперник играл очень хорошо и заставлял нас только ошибаться, сколько мы, наверное, не ошибались еще до этого за все игры. Действительно, команда капитан выглядела сегодня командой. Еще раз говорю, заслуженно победили. Мы как бы рады этому очку. В целом, начало сезона для подопечных Павла Перепехина складывается неплохо. В шести играх команда завоевала 11 баллов, при разнице шайб 16-14. При этом в основное время пока еще ни разу не проигрывала. В своем северо-западном дивизионе МХЛ «Динамошинник» занимает вполне высокое пятое место. Шанс подняться выше нашей команде представится на этой неделе. Выездное турне продолжается. В пятницу в соперниках «Воскресенский» МХК «Химик», «Воскресенье» мытищенские «Атланты». Ставишь, заслон должен быть вот здесь. Понимаешь, Саня, ты на него наводишься, и я тебя ищу. Через месяц стартует баскетбольный чемпионат страны. В элитном дивизионе нашу область представит только один клуб – «Могилевский» и «Борисфен». Осиповичи заявляться не станут. К сожалению, команда «Свисловича» Осиповича не будет играть в чемпионат. Говорю к огромному сожалению. Много традиций. Но финансовые нерядества не пускают их играть в высшей лиге. Часть игроков из Осиповича сейчас на просмотре в «Борисфене». «Могилевский» клуб комплектует состав. Ищут замену ушедшим Андрею Агейенко и Артему Шарамету, которые ушли, соответственно, в Гродно-93 и Минск. Плюс, точнее, минус в тренерском штабе. Бывший главком Ростислав Вергун стал ассистентом в «Смоках». Мы радуемся за этих парней, потому что за эти два года мы подготовили людей, которые ушли в более сильные клубы. Это мы делаем постоянно. Ну а удел «Борисфена» в новом сезоне, скорее всего, снова незавидный. Причина стара, как мир – финансы. Бюджет небольшой, но сформирован. Спонсоры нашлись в Минске. Но это не те деньги, с которыми можно решать большие задачи. Коурифицированные игроки стоят денег. Сегодня игрок в нашем клубе получает 2 миллиона. Для того, чтобы он играл на хорошем уровне и стал призером чемпионата страны, он должен получать 7-8 миллионов. Мы же не умираем. Вообще, вы знаете, я патриот своего города. Если меня поставят перед выбором ремонт улицы Первомайской, либо играть в баскетбол, я за Первомайской. Вот с таким оптимизмом «Борисфен» и будет стартовать. Девиз клуба «Не в деньгах счастья». Могилевщина футбольная готова выйти в свет. Книга об истории вида спорта номер один в нашем регионе отпечатана тиражом в тысячу экземпляров. На страницах издания – 100-летний период футбола. Несколько разделов включают архивные данные и много-много фотографий. В соавторстве с сотрудниками областной библиотеки, ветеранами футбола, журналистами ее написал и председатель областной федерации футбола Анатолий Глаз. Слово автору. Первая часть – это по годам в рамках команд. Вторая часть идет по географии, то есть высшая лига Бобруйск-Могилев. Третья часть идет женский футбол. Четвертая часть идет легендарные имена. Значит, наши – Прокопенко, Горлукович и так далее. И четвертая часть идет футбол в регионах. Мы сделали все, что было возможно для того, чтобы отразить важнейшие вехи истории футбола. Могилевщины. Я искренне благодарен Николаю Ивановичу Почеваленко, который передал мне после долгих колебаний, передал мне две сумки материалов со своими пометками. Их трудно было разобрать, но, естественно, пришлось разбирать. Здесь начинается практически с самого изначального, как были созданы первые команды и как они играли. Во многих случаях у нас есть даже снимки 1956 года, 1954, 1951 года. То есть все, что мы нашли с точки зрения возможностей, мы здесь взяли. Презентация издания состоится через неделю. В торговой сети Могилевщина футбольная не появится. По два экземпляра будут переданы каждой районной библиотеке. Примерно половина тиража будет реализована через областную федерацию футбола. Цена демократичная. За столетнюю историю – 80 тысяч рублей. Рубрика «Эмуикенд» на очереди. Как всегда анонсируем события предстоящих дней. Футбол, чемпионат страны, высшая лига. Белшина и Днепр проводят в субботу домашние поединки. В гости к Бобрущанам пожалует Слуск, стадион «Спартак». Стартовый слисток прозвучит в 16 часов ровно. Бобрущане постараются взять реванш за два поражения на первом этапе. Днепр свой матч начнет в 17.00. Соперник – Брестская «Динамо». Единственная команда, которая в нынешнем чемпионате капитулировала перед могилевчанами. Для белосних сейчас каждый матч решающий. В борьбе за сохранение прописки в высшей лиге нужно побеждать. Неплохая по качеству последняя игра в Гродно дает могилевским болельщикам надежды. Спешите видеть. Экстрим-парк в Могилеве в субботу и воскресенье будет принимать открытый кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу. Оба дня гонки будут начинаться в 12.30. В соревнованиях примут участие 12 классов мотоциклов. На старт выйдут гонщики из Беларуси и соседних стран. Гандболисты Могилевского «Машеки» на паркете спорткомплекса «Олимпиец» в субботу будут принимать гандбольный клуб имени Левина из Новополоска. Начало игры в 15 часов. Кто не сможет увидеть воочию, расскажем в понедельник в программе «Спорт М». Привет, меня зовут Настя. Привет, меня зовут Алина. Мы игроки футбольной команды «Надежда Днепр». Приходите на наши игры. Мы вам покажем настоящий футбол. У нас в команде есть девчонка, которую все называют «Рыба». Однажды во время игры тренер делал ей подсказки. Сидея это не понравилось, и он сделал тренеру пару замечаний. В общем, как вы считаете, почему так судяя герыл на высказывание тренера? По мне так нормальное прозвище «Рыба». «Рыба так рыба». Ждем от вас ответы, а от нас – призы за эрудицию. Приходите 25 сентября на игру «Нашей надежды». Стадион «Сдюшор» номер 7 по улице Якубовского. Игра против бобручанки. Там и пообщаемся. На этом у меня все, точнее почти все. В заключение приглашаю вас на школьный урок физкультуры. Такой осенний и бодрящий. Глядитесь в лица ребят. И согласитесь, что спорт и физкультура – это действительно здорово. До встречи. Равняйся. Смирно. Направо. Движение – это жизнь. Заниматься физкультурой – это круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова